Роман «Тихий дон» написан совсем не Шолоховым. И то, что ему досталась Нобелевская премия по литературе, можно считать одним из курьезов 20 века. Михаил Шолохов был литературным проектом, таким же, как Дарья Донцова или Фридрих Незнанский. С одной лишь разницей – Шолохов был проектом государственным. Им ведало главное политуправление при Совете народных комиссаров СССР. Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что горький пьяница, хам, завистник, подхалим и антисемит Шолохов являлся лжеписателем, назначенным на роль классика русской литературы советскими органами. Авторство «Тихого дона» – одного из наиболее значимых произведений русской литературы 20 века – принадлежит совсем другому человеку, и имя его известно. Эта поистине увлекательная и детективная история вокруг романа достойна экранизации не менее, чем и сам «Тихий дон». Владимир Петрович Назаров, он же Зеев Барселла, амбициозный русский лингвист и литературный исследователь, родственник атамана войска донского генерала Назарова, однажды произвел переполох сенсационным заявлением о том, что Михаил Шолохов не является автором не только «Тихого дона», но и остальных произведений, подписанных его именем. А это «Поднятая целина», они сражались за родину, судьба человека и других текстов. Стоит сказать, что проблема авторства текстов Шолохова возникла сразу же после выхода романа «Тихий дон» в 1928 году. Многие исследователи, литераторы, да и просто читатели отмечали несоответствие текста романа личности так называемого автора. Назывались несколько фамилий вероятных писателей «Тихого дона», в числе которых известный казачий писатель Федор Крюков. Создавались комиссии, выходили монографии, однако именно Зеев Барселла еще в советское время проделал колоссальную титаническую работу по определению авторства «Тихого дона» и расчистке исходного текста от привнесенного в него литературными неграми мусора. Итоговая книга Барселлы под названием «Литературный котлован. Проект писатель Шолохов» была издана в Москве в 2005 году. Эта книга вызвала тогда широкий резонанс и массу дискуссий в российском обществе. Как и следовало ожидать, автора исследования по большей части ругали. И это понятно. Был нанесен сокрушительный удар по скрепам. Национальная гордость и литературная икона Шолохов был безапелляционно низвергнут с пьедестала и втоптан в грязь. Интересно, что у исследователя изначально вообще не было такой задачи. Барселла, по его словам, занялся «Тихим доном», приняв в качестве рабочей гипотезы то, что автор романа – это все-таки Шолохов. Задача, которую я перед собой ставил, была чисто академическая. Можно ли, не имея уличающих документов, доказать наличие или отсутствие плагиата? Иными словами, может ли сам литературный текст служить уликой в споре об установлении авторства? Мой ответ положительный – может, потому что каждое произведение литературы несет в себе не только неизгладимые черты личности автора, биографические моменты, круг чтения, но и времени, в которое оно было написано. Каков же приговор автора литературного котлована? Не только черты личности автора романа, отразившиеся в основном его тексте, никак не соответствуют личности Шолохова, но и время написания ряда эпизодов, зорко выхваченное исследователем по едва уловимым деталям, официальной версии не соответствуют. Например, первая часть романа писалась определенно до войны 1914 года, то есть когда Шолохову было менее 9 лет. Кто же на самом деле писал роман? Исходный алгоритм для поиска подлинного автора Тихого Дона Зеев Барселло сформулировал себе в нескольких важных пунктах, основанных на текстологическом и культурологическом анализе романа. Фигура автора приобрела необходимые характеристики для поиска. Изеев Барселло нашел этого человека. Это литератор, писавший под псевдонимом Виктор Севский, Вениамин Алексеевич Краснушкин. Он родился в 1891 году в станице Филоновской в зажиточной казачьей семье. С 1908 года профессиональный литератор. У него было более тысячи публикаций в местных и центральных изданиях. В 1913 году он начал писать роман о роковом любовном треугольнике. Степан, Григорий, Аксинья. Но вскоре началась война, и замысел романа расширился. Потом революция, гражданская война. В 1920 автор с незаконченной рукописью был захвачен красными в Ростове-на-Дону. И там его расстреляли. А рукопись кто-то в ВЧК прочитал и оценил. Текстологический и литературоведческий анализ сохранившегося литературного наследия Краснушкина-Севского, выполненный Барселлой, подтвердил, что именно он является автором большей части исходного текста Тихого Дона. Первого и второго томов полностью, третьего – более половины, четвертого – нескольких последних страниц. Остальное писала подобранная чекистами бригада литературных негров. Зачем им это было нужно? Если по Ленину кухарку можно было допустить к управлению государством, то и в области культуры необходимо было осуществить подобный революционный прорыв. Согласно теории Ленина, культура всякой нации делится на буржуазную и пролетарскую. Буржуазную культуру – долой, а пролетарскую культуру предстояло создать и поднять на невиданную высоту. Организованный ради этого пролеткульт с задачей не справлялся. И тогда ею занялась ВЧК, вскоре преобразованная в ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление. Там как раз оказалась рукопись, похоже, уровня Льва Толстого, так что чекистам оставалось только подыскать к ней классово подходящего автора. То, что у 18-летнего продармейца Шолохова не было и среднего образования – это ничего, это даже было хорошо. А что насчет других творений Нобелевского лауреата? Хронологически первыми, как известно, были донские рассказы, изданные в 1926 году. Шолоховеды это выставляли как факт творческой зрелости Шолохова. Однако, согласно анализу Зеева Барселлы, для компиляции донских рассказов ГПУшной бригадой сочинителей были использованы именно фрагменты арестованной рукописи Краснушкина-Севского. Причем не вполне квалифицировано. Некоторые фабулы рассказов, указывает Барселла, немыслимы, поскольку разработаны людьми, не знавшими, например, законов поземельных отношений в области войска Донского. Следующие за Тихим Доном книги «Поднятая целина», «Они сражались за родину», «Судьба человека» никак Тихому Дону не соответствовали. Они и между собой неродственны, как будто написаны разными людьми. А роман «Они сражались за родину», печатавшийся по главам, так и не был завершен. Можно понять, когда что-то объективное мешает автору закончить повествование. Так ведь нет, писатель еще долго и прекрасно жил, резвился и бражничал. Очень похоже, что кто-то за Шолохова писал эти главы, но потом что-то случилось, и казаку-седоку пришлось спешиться. В предисловии книги «Стремя Тихого Дона» загадки романа Солженицын отмечал, «Простым художественным ощущением безо всякого поиска воспринимается не то, не тот уровень, не то восприятие мира. Да один только натужный, грубый юмор щукаря совершенно несовместим с автором Тихого Дона». Солженицын не ошибся, но что дивно, даже этот натужный, грубый юмор щукаря не Шолоховым сочинен. Этот лауреат всех премий и дважды герой социалистического труда вообще ничего складного написать не мог, даже речи на съездах за него писали другие. Да если бы он и мог, то не пожелал бы. Зачем ему самому трудиться? Когда с 1923 года у него живой иконы от ОГПУ был полный пансион и обслуга. Вот что значит социалистический труд, которого он аж дважды герой, потому что ухитрился всю жизнь не трудиться. Крушение Шолохова не все воспримут с удовлетворением. Одно то, что на его защиту встал одиозный писатель-террорист Захар Прилепин, вознамерившийся написать книгу серии «Жизнь замечательных людей о Шолохове», говорит о том, что скрепы русского мира трещат по швам. В России отчаянно пытаются склеить заново осколки мифа о былом величии империи. Но при отсутствии сегодняшних поводов для национальной гордости, оказывается, что и в прошлом русским клеить абсолютно нечего. Все вокруг – одна сплошная ложь да несмываемый позор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok